Сейчас к нашему эфиру присоединяется Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящего». Ольга, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Ольга, скажите, пожалуйста, если говорить про погибших заключенных, которые пополнили ряды, в том числе и ЧВК «Вагнер», а уже вот есть статистика относительно того, сколько на самом деле человек, российских заключенных, уже погибли в этой войне? Вы знаете, нет и не может быть статистики погибших, я сейчас объясню, почему. Это очень хороший вопрос, он такой большой и подробный. Есть статистика потерь, боевых и небоевых, это 80%. А вот по поводу погибших, я вот что скажу. Смотрите, Пригожин и вот сейчас Министерство обороны, они не хотят, чтобы Путин, вот не мы с вами, а вот лично Путин, он будет ругать, да, знал о потерях именно вот таких. И поэтому очень часто за погибших выдают тех, кто бежал с оружием в руках в Россию или сдался в плен в Украине. Потому что вот это вот считается для ЧВК «Вагнер», для вообще мобилизантов, для всех, это считается крайне неприятной статистикой, которую нужно отберечь от начальства. Не надо, не надо его расстраивать. И поэтому все чаще и чаще мы видим случаи, когда приходят родственникам, женам обычным, матерям, похоронка с посчетной грамотой, медалями, там, Ордло, да, этими, там, Мирюньками, выплачиваются пять пилотов рублей, цинковый гроб, похороны, табличка, аллеи героев, пионеры отдают честь, все такое, а потом он звонит из плена и говорит «Здрасте». Поэтому мы не можем знать настоящую статистику. Потому что очень часто эти случаи, вот такие случаи, а их много, за которые, конечно, поголовки и погладят, вот они их выдают за смерть. Ольга, как вы думаете, а что будет, какие процессы будут происходить в России, когда эти люди вернутся с оружием обратно? Ну, они уже происходят, пока возвращаются те, кто полгода уже был на фронте, и он не цветы нюхал, он воевал, и они возвращаются где-то с середины января. Их немного, да, их немного. То есть, вот сейчас вернулось около тысячи человек, ну, то есть, да, это вернулось 10% из мобилизованных на этот момент. И мы уже видим смерть от передоза, мы уже видим уголовные дела и нанесение тяжких телесных, мы видим повреждений, мы видим торговлю наркотиками в особо крупном размере, мы все это видим. Но публика вокруг, я хотел сказать, народ, потом подумала, ну, что я такое слово говорю-то серьезное в отношении россиян, которые, в общем-то, лишены полностью из собственного мнения, возможности его высказывания, и, мне кажется, не очень-то от этого страдают. Так вот, вот, публика лишена права на высказывание своего реального мнения, потому что есть закон о дискредитации российской армии, теперь поправлено на добровольцев, и теперь, кто такие добровольцы? ЧВК, Вагнер, таемники, это вот, ну, звербованные, прежде всего заключенные. Своё мнение особо не скажешь. Ну, да, на самом деле, своё мнение не скажешь, это вы очень четко... Ну, подождём, когда этой публике вернётся по боли. По боли. Ольга, далее я хочу зацитировать одно письмо. Прошу вас сразу не смеяться. Руководитель фонда «Руссидящая» Романовой Ольги Евгеньевне, уважаемая Ольга Евгеньевна, просим вас оказать финансовую помощь для нужд бойцов ЧВК «Вагнер», которая сейчас защищает нашу родину на фронте, ну, и далее ещё набор букв. С уважением глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Так. А с чего вдруг Евгений Пригожин решил вступить с вами в переписку? И как вы это расцениваете? Как троллинг вашей организации или как беспомощность уже этого ЧВК «Вагнер», который просто штампует эти письма, не разбираясь особо, кому он их и направляет? Ну, конечно, это была верная рассылка, правда, мало кто об этом сказал, но об этом заявил, например, фонд из Оренбурга, «Вагнер» фонд, очень такой серьёзный фонд, в смысле хороший фонд, потому что это фонд помощи детям, жертвам сексуального насилия. И вот такое письмо, например, получил вот такой Оренбургский фонд с предложением от Пригожина переориентировать свою деятельность и начать помогать вот конкретно Пригожину. Он опроверг вчера вечером свою причастность к этому письму, но на самом деле нет. На самом деле нет, потому что почерк, стилёк, он уже нам всем хорошо знаком, конечно. Это выглядело как угроза, но если учесть, что Пригожин сейчас до такой степени ослаб, ослаб и финансово в том числе, он поссорился со всеми, он лишился поставок продовольствия в армию, на что он, в общем-то, рассчитывал целый год, и он на это жил, и сейчас он судится с Министерством обороны, вернее, Министерство обороны судится с ним везде в арбитражных судах, требуя возместить убытки, покрыть их, и так далее, и так далее. И он вынужден сейчас давать рекламу своей деятельности на порнхабах, и поэтому эти письма, они выглядят, ну и, собственно, я думаю, и они являются таким вот каким-то последним криком, ну или скорее писком, последним писком о помощи, финансовой прежде всего. Ну и я думаю, что речь пойдет о том, что в ближайшее время Пригожин должен убраться в Африку, и мы с вами говорили уже в вашем эфире о том, что вряд ли он теперь долго протянет просто физически. Я думаю, что его застрелят, отравят, будет авария в течение ближайшего года. Но Пригожин, образца 2023 года, это человек не только, который имеет вот такую перспективу, которую вы только что верно озвучили, это не только человек, который пишет странные письма, это не только человек, который размещает рекламу на сайтах для взрослых людей, скажем так, а это еще и человек, который делает такие очень странные заявления, как для современной кремлевской реальности. В частности, недавно господин Пригожин заявил, что его наемники и в целом Российская Федерация воюют исключительно с украинцами, но с НАТО не воюют. То есть получается, что Кремль врет, потому что Кремль сейчас заявляет, что они там вроде как и с НАТО воюют. Это вообще что такое? Вы знаете, это, конечно, такое заявление в рамках его продолжающейся борьбы с Шойгу, с Герасимовым, с Министерством обороны. Проблема в том, что этот бой Пригожин проиграл, но он еще об этом не знает, потому что Бахмут пока еще не полностью украинский. Он пока не полностью... Знаете, война идет в Бахмуте, все-таки, мне это странно говорить, но между ЧВК Вагнер и Министерством обороны России. Да, там очень много погибло украинских бойцов, украинских героев. Да, там очень много потрачено сил, средств, времени на оборону Бахмута. И до последнего времени, до последнего дня, наверное, дней до последних, да, это героическая оборона Бахмута. Но Пригожин с самого начала повел себя там, как фигура такого очень серьезного масштаба ЧВК Вагнер, который много месяцев бьется под Бахмутом, наступает, заявляет о том, что 70% взято Бахмута. А потом мы видим там президента Зеленского, вручающего награды и соболезнующего погибшим. И это вот буквально вот сейчас, да, вы все знаете. А Пригожин же уже полгода говорит о том, что как он побежит под Бахмутом, и как Министерство обороны к этому не имеет никакого отношения. То есть, получается так, что Пригожин бьется на два фронта, с Украиной и с Министерством обороны. Здесь нет места НАТО, которое так популярно у российских пропагандистов. Фронт Пригожина, второй фронт, это Министерство обороны. Пригожин бьется с Шойгу за снаряды, за свое влияние, за деньги, много за что. Ну вот только не за, извините за выражение, не за славу русского оружия. Простите, ради бога, да, что я это старое суворовское выражение применяю к Пригожину и вообще применяю к этой войне. Вот, поэтому войска НАТО, так называемые, да, воображаемые враги, они бьются со всеми россиянами, со всеми бойцами, со всем телевизором, со всеми пропагандистами. Все знают, всем объяснили, что война с Украиной, это война с НАТО, что нет никаких украинцев, а за ним стоит за каждым по три американских инструктора. Это все понятно. Только не у Пригожина. Ольга, ну возможно, что Пригожин и третий фронт открыл. Убийство девяти китайцев в ЦАР, вагнеровцами, накануне визита Си Цзиньпиня в Москву. Ну, иначе, чем привет Путину, это назвать сложно. Безусловно. У Пригожина истерика. Он теряет стремительно все. Посмотрите, мы не говорили об этом человеке год назад, он был неинтересен. Да, он был связан каким-то образом с ЧВК Вагнера, который вело операции в Сирии, и там были внесудебные казни. Была Африка, и Мали, Центральная Африканская республика. Но это не было на слуху, это было для специалистов российской политики. И вот он ворвался меньше года назад. Это было в июне. 26 июня он впервые зашел в первую зону. И стал важным фактором, к сожалению, войны. И вот не прошло и года он стремительно поднялся на арене русской политики, на арене войны. Такая вот восходящая и мощная, и серьезная ракета. Давайте вспомним, еще недавно совсем мы всерьез говорили о том, что он может метить на место Путина. Мы говорили о мощном триумферате с Кадыровым и с генералом Суровикиным. Где он, кстати, генерал Суровикин? И мы всерьез говорили о том, что человек может влиять не только на российскую политику, но и на глобальную политику. И вот его стремительно заметают под лавку. Причем заметают под лавку на войне на фронте украинцы. И у него есть главный фронт и заметают под лавку путинские цередворцы. И на это так приятно смотреть. Ольга, скажите, пожалуйста, под суммира все вышесказанное. Вот информация Блумберга, которая появилась относительно того, что Пригожин готовится свернуть операции своей частной армии в Украине. Это продолжение вот той самой истерики. Заката карьеры. Да, закат, финиш. Но, вы знаете, ему деваться некуда. Посмотрите, ведь он же потерял под Бахмутом все. Все. Когда я говорю, что Пригожин все потерял в результате действий цередворцев и интриг, это все так. Но главное, что он потерял всех своих бойцов под Бахмутом. А куда это он их потерял-то? Это заслуга украинской армии. И ему больше негде вербовать заключенных. Ему больше негде вербовать и обычных граждан, потому что они к нему не идут. И из 50 тысяч, которыми он завербовал за 7 месяцев войны, с конца июня по 1 февраля, когда его изгнали из зоны, вообще из зоны любых, он их, в общем, эти 50 тысяч человек, он их оставил именно на линии фронта. Он их оставил там. И, собственно, и все. И все. Это совершенно бесславный, законоберный конец. Я очень надеюсь, что на его место не придет какой-нибудь другой похожий отморозок. Похожая лавка запасных по отморозкам в Кремле достаточно полная. Спасибо вам огромное за это интервью. Ольга Романова, директор и сооснователь фонда «Русь сидящая», присоединялась к нашему эфиру. Спасибо большое.